Чё-то я зазевался. Да, и это очевидно. Как-то мы так быстро покусились на Османскую империю, однако по истории у казаков самая большая проблема, вернее конфликты, были именно с татарами и Османской империей. Что это за бунтовщик? Снова же у нас вот такой вот расклад. Полная победа. К сожалению, в этот раз Польша воспользовалась нашей помощью. Ну что ж, мы отдали долг нашим, так сказать, братьям, которые на самом деле нифига не были братьями во время казацко-польских войска. Были очень жестокие столкновения. 1622 год нашей эры. Сефевитская Персия начинает войну с Португалией за Армуз. Войско Иман-Кулихана при поддержке 9 английских кораблей в январе занимает остров Кешм, а затем осаждает и сам Армуз. В ходе штурма персам-англичанам удается заставить португальцев капитулировать. Потери англичан в ходе операции были невелики. Но среди убитых оказались два известных английских мореплавателя. Уильям Баффин и Роберт Байлот. Вот такие вот расклады. Вы видите, как англичане противостояли Португалии совместно с Персией. Так, остальные тоже битвы-битвы. Битва. Протестантская армия снова же против католической. Эти конфликты 30-летней войны постоянно продолжаются. Испанцы снова же побеждают протестантов. Так, 20 июня. В битве при Хёксте 25-тысячная объединенная армия Тилии и Кордобы одержала победу над 17-тысячной армией протестантов под командованием христиан. Снова же протестанты сливают, то есть второй раз. И фактически идут на уступки в определенных территориях. После 12-летнего перемирия возобновилась война между Голландией и Испанией. 20-тысячная испанская армия Спинола осадила Берген-Оп-Зом. На помощь осважденному городу из Эльзаса выдвинулась 14-тысячная армия Мансфельда. Другая 10-тысячная испанская армия Кордобы у Флюреса навязала бой протестантам. Мансфельд потерял всю пехоту, но привел 7 тысяч кавалеристов на выручку голландцам. 2 октября Спинола снял осаду с города и отступил. Мы эту 30-летнюю войну будем в таких вот подробностях и различных битвах вполне здесь зачитывать из текста. Без проблем, потому что битв громаднейшее множество. Она не зря называется 30-летней, поверьте. И то, что она 30-летняя, не значит, что вяло очень ввелись военные действия. Нет, как раз наоборот. Действия были очень агрессивными. По сути, можно даже в какой-то мере из Первой мировой сравнить по количеству битв и стычек, постоянно происходивших. Как вы понимаете, конфликт очень долго не был исчерпан. Снова же Испанское королевство и Османская империя у нас преимущественно. Получается, по всем показателям, по финансам, по остальным показателям. Ну а мы продолжаем наше продвижение на Османскую империю. Собираемся сократить значительно ее территории. Как основной враг, она заслуживает только уничтожения. Так, готово, готово, готово. Доклад о нами тоже все ясно. Свадьба. Хорошо, свадьба, значит, дети, дети, значит, наследники. И наследники, опять же. У казаков фактически была такая демократия. Можно и так охарактеризовать. Об этом подробнее будем говорить вообще о казаках, о всех вещах, которые с ними связаны. Однако перед этим вот основной такой вводную во все отношения, взаимоотношения. Помню, что обещал только по эпохам рассказывать. То есть последовательно по эпохам, но все же не стерпел. Рим это хорошо, но если мы будем долго мусолить Рим, а потом постепенно продвигаться по эпохам, то будет как-то не сильно интересно. Поэтому такие вот прыжки периодически будут осуществляться с помощью разных модов. Все же история человечества весьма многогранна и может обсуждаться с разных сторон. Католики-протестанты. Тема очень серьезная, очень важная. Какие же у них были противоречия? Ну, фактически, несколько причин было у этих противоречий. Во-первых, несомненно, религия. Религия, которая много значила в то время для людей. Намного больше, чем сейчас. Это не так, как сейчас, что вы сходили в церковь на большие праздники, или кто там куда ходит, как празднует, или просто даже никуда не сходили, а просто говорите, что вы там какой-то конфессии принадлежите. В то время религия значила для людей все. Это было их мировоззрением, это было их точкой зрения на мир. Как такого атеизма практически не существовало. Все приобретения античных времен в отношении такого широкого мировоззрения тоже были подавлены именно христианством. Это мы говорим, несомненно, о Европе. Как таковой. Захватили Силистрию. Ну, снова же уничтожаем, не будем, ограбим, вернее, не будем уничтожать. Хотя город, ну, город не разросшийся пока что. Мы неплохо продвинулись за всего лишь несколько ходов, но расслабляться не стоит. Слишком много вокруг угроз, и особенно от Османской империи. Здесь ничего не получив и не проявив инициативу, нам придется возвратиться в Яссы. И как раз армия... Ага, Яссы уже заняты. Представляете, транссильванским войском. Боюсь, доступ к Яссам будет возможен только, если мы начнем воевать в Трансильвании. Пока, как таковых предпосылок для данного действия, свершения, я не вижу. Ну, и, кстати, да, я до сих пор дипломата не нанимаю. Хотя уже следовало бы где-то, где-то как-то что-то... В замках это трудновато будет, такое здание, где можно дипломата нанять, построить. Однако у нас появился первый город Силистрия. Сейчас и к этому вопросу вернемся тоже. В данный момент важнее всего... Ого, да, у Османской империи нифига себе 4 стека. И все как-то они так выстроились в нашем направлении. Не могу понять, что армия там на островке делает. Османская полный стек. Они как-то туда пошли и стоят уже на протяжении нескольких ходов. Может быть, собирались по морю куда-то переправиться, а потом отпала необходимость. Не знаю. В любом случае, это не есть хорошо. Это есть риск, который... Который может значительно сократить нашу территорию. Исаул Богдан. Исаулы, Гетьманы, Старшины. Все это чины в казацком устройстве и представлении государства. На самом деле, я говорил, что в привычном для дворянских домов Европы, для королевских домов Европы, не было и царских домов, и других государств. Не было государства у казаков. Но оно было в таком бюрократическом понятии. Так, княжество Трансильвания, что вы... Ага, захватили Ясы. Крымское ханство быстро переориентировалось и напало на саму Тамаковскую сечь. Да. Не смирились они с потерей своего города. Получили мы дар тысячу. Тысяча нам не сильно поможет. Наши прибыли. Ввиду большого содержания армии, уменьшаются. И если бы не этот подарок, вообще бы был практически по нулям. Еще есть пушка. Вы видите, крымское ханство приперлось пушкой. То есть, на следующий ход они могут забрать Тамаковскую сечь. Мы такого расклада позволить себе не можем. Ни при каких обстоятельствах. Так, командир Халим. С одной стороны, у нас недостаточно сил для гарантированной победы. А с другой стороны, что же делать? Ждать пока командир Халим захватит город, тоже не выход. Поменялось немного, видели? Корона польская проскакивала в отчете. С этим тоже все вроде бы ясно. С бумажной работой разобрались. Ну что ж, ясы захвачены, продвигаемся дальше. Возможно, даже они как-то каким-то образом привлекут Османскую империю. Но все же разбежались, ребята. Видимо, есть на других рубежах большие угрозы, чем моя. И, видимо, они понимают, что армии казаческие не так уж и могущественные. Плюс, да, честно признаюсь, я на издыхании. Давайте закажем дипломата, то, о чем я говорил. Купца дипломата. Все эти ребята нам пригодятся. Хотя, насчет купцов очень спорный момент. Потому что есть одна проблема. Но мы ее затронем, когда непосредственно купец появится. И будем его использовать. Так, что же решить по поводу Тамаковской сечи? На подкрепление туда доставить, к сожалению, так быстро войска не получится. Будем продвигаться, наверное, дальше, мне кажется. С Трансильванией все же конфликт возможен у Османской империи. Я буду только за. Что не помешает нам забрать еще несколько городов Османской империи. Есть значительное отличие по ходу, между прочим. Снова же я не помню, как в Медевил Тоталвар. Но полководцы здесь имеют очень громаднейший ход. Плюс возможность нанимать наемников приводит нас к мысли о том, что полководцы, гетьманы, есаулы, атаманы это самая такая серьезная сила в нашем быстром продвижении к вражеским территориям и в их захвате. Да, с Силистрией они явно не смирились. Хотя нет, смирились, просто подошел он и почему-то не захватывает. Уже идет ход Трансильвании. Я совсем не против торгового договора. Конечно же, за. Сведения по карте. Так, а вы нам предоставите сведения по карте или как? Ну, давайте согласимся. В любом случае, в принципе, в принципе, торговый договор с близлежащим государством. Хотя, здесь, да, отказываются. Не хотят они с нами союзничать. А я не понял, что произошло вообще. Ого, да, хрымское ханство подтянуло серьезные силы. Как-то наш атаман прошел. Сейчас его постараются атаковать с этой стороны второй раз. Ну, конечно же. Даже надо было так отступить по-тупому. Ну, что же. Командир Трахим, командир Грицко, командир Халим. Что с этим командиром Халимом делать, как вы думаете? Воевать нам с ним или нет? Конных стрелков много. Это плохой фактор. Могут нас расстрелять элементарно. Да. Сложновато. Ну, давайте попробуем. Уходить от битв не в нашей привычке. Так, это уже поговорка была. Маслехудина Саади. Поговорка в стиле капитана. Очевидность. Хотя весьма мудрая. Как им противостоять? У нас стрелковые юниты кавалерия. И проблема в том, что эти стрелковые юниты, они... Они не будут действовать, как тяжелая конница. То есть, они не будут преследовать противника, сразу же на него нападать. Они будут его обстреливать. Да, преимущество на стороне врага. Серьезнейшее преимущество, скажем так. А, да, кстати, да. Отступление. Не забывать включать юнитам отступление. Автоматическое отступление. Особенно стреляющим. Посмотрим, что будет более эффективно. Насколько далеко стрелы у противника попадают. Насколько хорошо мы стреляем. Что-то я не слышу, чтобы кто-то стрелял. Нет, идет, идет обстрел. Но я не вижу потери у врага. Вот у меня потери уже появились. И потери, потери такие серьезные. М-м-м-да. Стрелы вроде бы эффективнее выходят, да? Ну и смысл тогда огнестрельное оружие так широко использовать, если стрелы эффективнее. Как-то, как-то это несправедливо. А подкрепление идет вообще медленно. Вообще не спешат, не торопятся. Вот это на нас накинулись. Вот это за нас взялись лучники конные. Там были не лучники. Вы помните, что там были и копейщики, тоже конная кавалерия. Я не знаю, легкая или тяжелая у них была. Но все же была. Так, а тут тоже назревает конфликт. Причем быстрый конфликт. А, да, и пауза. Я не пользуюсь паузой, потому что не пользуюсь. Потому что считаю, что это несправедливо по отношению к противнику. Он же не пользуется паузой. Он принимает решение быстро, мгновенно. То же самое и мы должны принимать решение в реальном времени. Использование паузы, это хорошо, конечно же. Но, тем не менее, я как-то придерживаюсь того принципа, что это некорректно. Не является своеобразным читерством. Безусловно, такая функция в игре разработчиками предусмотрена. Само собой, она правильная с игровой точки зрения. Но вот у меня такие свои, можно сказать, убеждения по поводу геймплейного процесса. Неужели наш командир пал? Да, разогнали наших ребят. Ну, понятно, такое преимущество у врага громаднейшее. На другой исход рассчитывать и не приходилось. Вы видите, сторожа с пиками тоже бы нам пригодились. Они бы начали гонять хотя бы эту конницу. А так, стоим и ждем, пока нас полностью выстреляют до нуля. Жаль, но пока приходится рассчитывать только на такую картину. Весьма неутешительную для исхода боя. Пока бой в своей продолжительности находится, и бой не в нашу пользу. Все же есть определенный прогноз, что мы проиграем. Элементарно не можем достать врага, не можем достать противника, пехота, если начнет бегать. за конницей, то ничего хорошего из этого не выйдет, она лишь утомится. Да и враг, он сам не торопится, он убегать. Он атакует, у него есть конница, и она атакует. И вот очередной отряд наш в бегстве. Понятно. В общем-то, здесь расклад ясен. И очевиден. Вернемся к Габсбургам. Противостоянию с Габсбургами. Так вот, ребята настолько наплодились, настолько... За счет чего они расплодились вообще по дворам. Как вы знаете, заключались различные союзнические браки. То есть, если там принцесса какого-то рода, она, значит, выходит замуж за наследника там другого рода. Вплоть до того, что этот род при определенных политических каверзных интригах и при отсутствии прямого наследника может заполучить влияние на другое государство за счет права родственничества. То есть, вот мы в Габсбурге, у нас наша принцесса стала королевой, а ваш король умер и не осталось наследников. Вот, значит, она правит вашим государством. И так продолжалось на протяжении долгого времени, сотни и сотни лет. Само собой, за сотни лет могло смениться много поколений. И вся эта ветвь Габсбургов очень хорошо ветвилась. И понятно, что родственники друг с другом ну, решают как-то в такой свояческой манере все проблемы. Так и стало. Засилие Габсбургов в порядке поднадоело другим семействам могущественным Европы. Поэтому чистейшие разборки между католиками и протестантами превратились в такую войну с Габсбургами. Однако еще к религии снова же мы вернемся. Сейчас закончится ход. Посмотрим, что мы можем тут из него вынести. 1623 год. 2000-й англо-немецкий гарнизон Франк Кентеля под командованием Бероза после 8-месячной осады капитулировал. Город заняла армия Тили. Это снова же проблемы с католиками и протестантами. Я так понимаю, англо-немецкий гарнизон состоял из протестантов. А Тили это католики были. В битве при штаттлане 22-тысячная армия Тили разгромила 4000-ю протестантскую армию. Что-то протестантов сильно громят. Герцог потерял всю артиллерию и три четверти своего войска. Лишь немногим вместе с христианом то есть предводителям протестантов удалось сбежать в Нидерланды. Ноябрь в Османской империи в Багдаде вспыхнуло восстание. Власть в городе захватил Субаши Янычар Бакр для подавления мятежа из Дьярбыкира выступила в войсках Афис Ахмет Паши. Ситуация решила воспользоваться Сефивитский Шах Аббас Первый который под предлогом помощи Бакру выслал войско и осадил Багдад. В общем мы на востоке и на западе неспокойно. Тут 30-летняя война а там разборки между Османской империей и Персией или Сефивидами. Сложно произносить многие названия такие чисто немецкие либо чисто восточных наречий но стараемся приспосабливаться стараемся. Получили мы сторожей с пиками но поздновато загоняли наши войска и сейчас Тамаковская сечь находится на грани уничтожения плюс еще предали наши недавние так называемые союзнички которые предложили сначала торговлю а потом сразу же напали не применули напасть. Силистрии угрожает Османской империи и теперь я даже не знаю что делать. по всем фронтам нас давят вы видите получили мы в свое распоряжение не только Крымское ханство в виде врага не только Османскую империю а еще и Трансильванию так неожиданно нежданно негаданно несмотря на то что вроде бы отношения с ними заладились неплохо еще не хватало чтобы к этой когорте прибавилось еще какое-то государство тогда нам совсем будет худо такое бравое начало в общем сопровождается таким вот остыванием но мы не сдаемся давайте наймем необходимую кавалерию для того чтобы бороться с конными лучниками и позволим на этот раз себя дурачить сторожа с пиками весьма слабы но без них нам не обойтись запорожская кавалерия тоже хорошо но толку от них мало да у нас и средств не хватает для найма так что выбор особо невелик будем работать с тем что есть а у нас ничего нет и даже не знаю что теперь делать начинает охватывать немного безнадега вот чем чревато быстрое распространение то есть вы быстро продвигаетесь вперед это отчасти моя ошибка и не успеваете закрепиться на определенном участке местности с одной стороны нет времени закрепляться нет времени телиться что-то как-то где-то стараться накопить так как враг не дремлет и количество врагов будет повышаться неоднократно ну видите османы нас не оставляют и трансильвания но у нас другого выхода нет как ослабить трансильванию полностью за счет захвата их городов наверное будем менять они пускай наши захватывают мы их города вы смотрите они сняли осаду интересно по какой причине наверное да я даже не знаю не могу объяснить причину в любом случае нам весьма повезло весьма весьма повезло ну и кстати автоуправление здесь замками гораздо легче чем в Риме в том же потому что в Риме как вы знаете нет разделения на замки или города там везде города и растут они весьма быстро ну правда не все города варварские города медленно растут но в любом случае автоуправление не совсем применимо на определенном уровне к римским городам здесь же применимо Вполне нормально, ну и даже обязательно В большинстве случаев Да уж в честном у вас какое громадное численное преимущество А вы про честный бой что-то говорите Очень сильное сомнение меня по этому поводу берут Как же воспользоваться этим моментом передышки Или отправиться в крепость и там стараться занять оборонительную позицию Или накопить войска Плюс экономика скатывается в минус Вы видите что вообще ресурсов никаких Да, рванулись и нас так быстро обломали